За этой ленточкой вся жизнь Заполярного театра, начиная от его становления и до наших дней. Музей создан прямо в храме Мельпомены. Экспонаты, сценические костюмы, фотографии актеров и сцен из известных спектаклей, афиши, газетные публикации разных времен, документы и уникальные материалы. Пое актеры в красивых платьях, словно играют фрагмент какого-то спектакля, а рядом стоят в Кожанках конвойные. Именно так, 70 лет назад, на сцене играли актеры только что появившегося театра Воркутлага. Многие из гостей эту историю слышали не только из уст сотрудников музея. Сын Бориса Мордвинова, Михаил Борисович, он мой педагог. Я заканчивал ГИТИС именно у него, Михаила Борисовича Мордвинова, да. Поэтому Воркутинский театр я знаю не понаслышке. Михаил Борисович мне рассказывал, рассказывал вот эти самые истории, когда заключенных в бушлатах под конвоем вели за кулисы, они переодевались, и потом жизнь продолжалась уже настоящая на сцене. Я все это знаю, и в общем-то, если перенял какое-то, может быть, творческое мастерство, то тоже благодаря вот этой школе, той самой еще, Станиславского. Юбилейное торжество театра начал не с давно известных хитов, а с премьеры «Звездный путь» за полярной сценой. В этой постановке мемуары, интервью и воспоминания тех, с кого начиналась театральная эпоха Воркуты. Рождение города у нас практически в один день с рождением театра. Поэтому они нога в ногу шли с первого дня, неотрывно. Это действительно в наших условиях, в суровых условиях. 75 лет назад условия в стране были настолько суровые и в городе, что именно без театра, наверное, просто люди бы не смогли выжить. Поэтому вот сегодня погодные условия никто не отменял. И так же тяжело жить. Все-таки мы живем в Арктике. Но вот это театр, люди свободны от работы время. А может, кто-то избегает в рабочее время, чтобы сходить в театр на концерт, на какое-то новое представление. Ария Сильвы из Эперетты и Емре Кальмана. Не случайно торжественная церемония открывается фрагментом этой постановки. Именно этот спектакль играли, открывая театр Воркутлага 1 октября 1943 года. Театр нужен любому городу, а нашему тем более. Потому что город с такой историей не может быть без театра. Театр – это каждодневная история о сегодняшней, вчерашней и будущей жизни города. На примере великих классиков, произведений, пьес, драматургии. И поэтому игра актеров – это наша жизнь. И мы все в ней, как говорил великий, и мы все в ней актеры. Поэтому для города театр – это означает то, что город жив, и что в нем есть люди, которые могут рассказать не только историю своей страны. Сегодня Заполярный театр блистает не только в Коми. Недавно его постановки оценили зрители Москвы на четырех крупных площадках. А в январе 2019 года в Государственном театральном музее имени Бахрушина состоится выставка, посвященная истории нашего театра. Елена Кононова, Ирина Шумихина, Кирилл Нефонтов, Телеканал Юрган, Паркута.